шалом в предыдущей программе мы говорили о том как новый завет преподносит нам божественности шо сегодня давайте обсудим ее значение для нас с вами верующие вешу расходятся во мнениях по разным вопросам при каких условиях можно принимать обряд погружение воду то есть крещение действует ли сегодня среди нас духовные дары или не действует когда будет взять и верующих земли так называемое восхищение церкви когда будет великая скорбь позиции по этим и другим вещам делят нас на разные группы однако все эти разделения внутри семейные то есть вы можете не верить не восхищение ни в говорении на иных языках не в крещении младенцев и при этом подавляющее большинство из нас не усомнится в том что вы ученик мессии и шо однако понимание личности и шо этот параметр по которому мы делим людей на своих и чужих другими словами если вы скажете что не верите в божественность и шо также божественность святого духа вас сочтут за чужого независимо от ваших позиций по остальным вопросам я понимаю что вообще делить людей на своих и чужих занятия неприятное а в наше время когда у каждого правда своя она еще и не политкорректны аргументов можно привести массу против таких делений кто мы такие чтобы вообще тут делить человечество на одних и других ни одному ли богу ведомы сердца человеческие следующий аргумент а не докатимся ли мы на этом пути до охоты на ведьм и до инквизиции неужели история нас ничему не учит сначала отдельным людей на своих и чужих а дальше будем делить на своих и врагов следующий аргумент не получится ли что в погоне за правоверием мы отвергнем тех кого сам господь бог принимает но вообще дальше аргументов можно еще много приводить и все эти вопросы все эти аргументы легитимные казалось бы и в любом случае озабоченность которыми они которыми эти вопросы продиктованы понятно тем не менее факт остается фактом весь тонах проводит различия между святым и не святым новый завет продолжает эту традицию и восприятие личности и шо его смерти и воскресенье являются одним из важнейших критериев по которому мы отличаем верующих от неверующих когда кстати я только начал читать новый завет я этого не видел для меня тогда еще был просто великим учителем этики даже величайшим я прочитал нагорную проповедь она меня очень впечатлила я захотел жить по ней и если бы меня тогда спросили зачем еще родился и прожил свои 33 года я бы ответил что главной его целью было распространить свое учение этическое лишь позже я понял что это не так что он родился и прожил свою жизнь прежде всего для того чтобы умереть на кресте и воскреснуть из мертвых мы безусловно считаем его величайшим из всех учителей этики но мы также говорим что для нас он прежде всего не учитель и не пророк а искупитель спаситель агнец взявший на себя наши грехи если не принять его в таком качестве то все попытки жить по его прекрасному учению будут заведомо обречены почему же мы ставим его смерть воскресение и личность впереди его учения разве не тора то есть наставление слово тора вообще назначает наставление или учение разве не эти вещи должны быть для еврея самыми важными уж если подходить к делу с еврейской точки зрения мой ответ нет потому что тора не упала с неба и отдал господь бог и прежде чем дать тору на горе синай он явил самого себя начале нашим прадцам а позже всему народу в исходе из египта то есть великом спасение хотя конечно это моя точка зрения которая основывается на прочтении письменной торы тот кто читает устную тору скажет что уже авраам соблюдал всю тору хотя она еще не была дана но не важно в общем моя позиция вот такая поэтому порядок что сначала искупление и личность искупителя а уже потом его учение для меня он не является каким-то христианским новшеством каким же образом смерть и воскресение ешуа искупили наши грехи и почему это искупление возможно лишь в том случае если ешуа бога человек они просто человек как вы понимаете мы с вами далеко не первые кто задает эти вопросы поэтому я даже не буду пытаться оригинальничать когда отвечаю на них люди с которыми мне не тягаться ни умом не верой уже давно ответили на них я вполне удовлетворен тем что могу разобраться в чем в чем то из того что они написали если вы спросите как кто эти как эти столь уважаемые мной люди относились к евреям я отвечу в данном случае это неважно потому что речь идет не специфически еврейском вопросе об общечеловеческом новый завет говорит что в отношении искупления между евреями и неевреями различий принципиальных нет никаких то что мы все дети адама и евы и за всех за нас заплачена одна и та же цена кровь миссии ешуа ну и последнее возражение которое могу предвидеть прежде чем перейдем к ответу на вопрос ладно но не мог ли бы ты хотя бы изложить эти общечеловеческие вещи по еврейски они по гречески ведь мы же евреи в конце до концов без отцов то церкви мы проживем а вот без толмуда то никак дело в том что я пришел к вере в ешуа не через мессианских евреев а через христиан и учился я не в ешиве а в политехническом институте и в семинарии хотя конечно я стараюсь ликвидировать свою еврейскую безграмотность дело к сожалению продвигается медленно возраст уже не тот когда все хватаешь на лету так что уж потерпите пожалуйста к тому же я хочу сослаться я не на отцов церкви а на клайва льюиса автора сказок анарни кстати клайв льюис был женат на еврейке если это вам поможет в книге просто христианство у него есть глава под названием совершенный кающийся и вот в оставшееся у меня сегодня время я хотел бы пересказать его некоторые идеи или даже просто процитировать прежде всего говоря о том почему нам нужен был бога человек для нашего искупления давайте выясним в чем наша главная беда не знание воли божьей или может быть в отдельных несовершенствах которые конечно же у каждого из нас есть у каждого они свои нет если бы так то нас нужно было бы исправить улучшить и научить то есть усовершенствовать и образовать но проблем это глубже у нас мы не просто несовершенные и чуть-чуть недоученные мы насквозь испорченные мы мятежники по самой своей натуре и отдельные плохие поступки это не досадные случайности а именно проявление этой самой натуры и поэтому единственный выход для нас в том чтобы сложить оружие полностью капитулировать признать свою неправоту и безнадежность отдать полный ход назад льюис называет покаянием именно это то есть не биение себя в грудь не посыпание головы пеплом и не произнесение слов типа виноват каюсь он называет покаянием отречение от самомнения и своей воли которые составляют суть греха покаяться говорит он дальше я цитирую значит убить часть себя самого пережить какое-то подобие смерти конец цитаты но проблема то в чем в том что добровольно сделать это человек не может именно потому что он испорчен то есть хороший не испорченный человек смог бы это сделать но то есть отступить назад сдаться сказать ладно не хочу не надо не буду настаивать на своем но на этом не нуждается хороший человек а мы нуждаемся но не можем и между тем без покаяния бог нас обратно не примет я цитирую если вы просите бога принять вас обратно без всего этого вы просите его позволить вам вернуться не возвращаясь такого не бывает конец цитаты другими словами у нас есть два варианта первый мы хотим жить с богом и тогда нам нужно подвинуть свое я чтобы наша жизнь стала благоцентричны чтобы бог стал центр нашей жизни второй вариант мы говорим богу я бы хотел жить с тобой но не готов отдать тебе бразды правления и после этого мы должны быть готовы услышать примерно такие слова но это невозможно дорогой мой если ты хочешь жить со мной приготовься к тому что богом буду я а не ты никакой другой совместной жизни у нас быть не может и так промежуточный итог мы должны покаяться в собственной испорченности но она же препятствует нам сделать это порочный круг на лицо как его разорвать может быть обратиться к богу за помощью конечно но что значит в данном случае принять помощь от бога вот это ключевой вопрос во всем его рассуждение наши способности говорит льюис даются нам богом который сам их имеет во всей полноте например бог разумен поэтому мы можем думать бог любит поэтому мы тоже можем любить он помогает нам вообще прежде всего в том смысле что делится с нами своими собственными способностями то есть каком-то смысле делится с нами самим собой но сейчас мы хотим просить у него помощи в том что ему неведомо чуждо цитирую дальше сдаться подчиниться пострадать умереть в божьей природе нет ничего что соответствовал бы этому путь на котором нам больше всего необходимо божье руководство такой по которому бог никогда не ходил бог может поделиться только тем что у него есть того что требуется для нас в его природе нет следующий абзац я хочу процитировать целиком просто уж слишком хорошо написано чтобы пересказывать его своими словами теперь предположим пишет льюис что бог стал человеком предположим наша человеческая природа которая способна страдать и умирать слилась с божьей природой в одной личности такая личность сумела бы помочь нам бог бога сумел бы подчинить свою волю сумел бы пострадать и умереть потому что он человек весь этот процесс он выполнил бы в совершенстве потому что он бог мы с вами можем пройти через этот процесс только в том случае если бог совершит его внутри нас но совершить его бог может только став человеком наши попытки пройти умирание через умирание будут иметь успех только тогда когда мы люди примем участие в умирании бога То есть так же, как наше мышление плодотворно только благодаря тому, что оно капля из океана его разума. Но мы не можем принять участие в умирании Бога, если он не умирает, а он не может умереть, если не станет человеком. Вот в каком смысле он платит наши долги и страдает вместо нас за то, что ему совсем не нужно было бы страдать. Конец цитаты. Итак, причина воплощения, или по крайней мере одна из причин в том, что только воплотившись и умерев, Бог затем сможет помочь и нам умереть. То есть сдаться, оставить нашу самость и согласиться на его царствование в нашей жизни. Конечно, если на кресте умер не просто человек, Ишуа, а воплотившееся божественное слово, или как говорит Льюис, Бог, он имеет в виду, конечно, Бога Сына, то возникают новые вопросы. Например, в каком смысле он умер? Неужели божественная личность изменилась и из бессмертной превратилась в смертную? Разве божественная природа может меняться и уж тем более умереть? Если да, то что же именно произошло на кресте в момент смерти Ишуа? Я задам встречные вопросы. А кто сказал, что божественная природа не может меняться? Почему она не может умереть? Почему не допустить, что слова «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил» как раз-таки указывают на эту страшную вещь под названием «богооставленность»? Что Ишуа кричал не от разочарования в Боге, а потому что впервые переживал смерть во всей ее силе. То есть разделение с отцом, которое ему было до той секунды, совершенно неведомо. Я не думаю, что мы можем до конца ответить на все эти вопросы. Сам Льюис очень мудро пишет, что все сказано им лишь его попытка объяснить то, что говорит Новый Завет. То есть оставить какое-то представление о реальности, доступной нам по-настоящему лишь через веру. Эта реальность когда-то, если и откроется нам во всей полноте, то уж точно не в этой жизни. Поэтому сейчас мы можем лишь строить более или менее успешные догадки. О ее смысле. И вот если вот такая догадка помогает, прекрасно. А если нет, то не страшно, это не вероучение, а лишь попытка сделать нашему уму чуть более доступным то, что ему недоступно. Итак, смерть Бога-человека сделала возможным наше обращение к Богу в покаянии. А что насчет его жизни и воскресения из мертвых? Об этом в следующей программе. Спасибо. Шалом.